Гитарный тэппинг Гитарный тэппинг И дальше снова возвращаемся этим пальцем. Получается такой вот ход. Вы сможете сначала отдельно над ним поработать, чтобы у вас пальчики начинали стучать. Итак, двигаемся дальше. Первые три ноты мы сыграли. И дальше у нас получается с вами прямое арпеджу, до минора, до дес минора. Переходим с вами, нажимаем тэппинг, играем на пятой струне, одиннадцатый лад. Далее, после тэппинга, мы с вами играем. Приходим указательным пальцем на третью струну, на шестой лад. Получается. Затем второй палец у нас, снова у нас повторяется. Повторяется звук на пятой струне седьмого лада. И теперь мы с вами играем. Если смотреть в ноты, то в нотах достаточно все просто. Потому что все это та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. То есть и все. То есть если даже это арпеджио. Вот, и так далее. Так, поехали, значит, играем. Нам надо с вами прийти в шестнадцатый лад в итоге. И там сыграть два раза тэппинг. Вот этот тэппинг самый тяжелый, потому что он должен быть прослышиваемым. Точно так же у вас еще один тэппинг есть на первой струне, к которой вы приходите на девятую ладу. Сюда. Его мы играем вторым пальцем, но указательный палец вам нужно обязательно держать так, чтобы он у вас закрывал другие струны. Чтобы не было такого. И вот этот крест шут. Итак, значит, мы остановились сами. Остановились на третьей струне и идем дальше. Теперь уходим. Здесь мы играем с вами. Теперь снова бьем тэппинг на один стелл. Переходим на третью струну. Играем. И теперь тот самый тэппинг, когда мы с вами палец ставим. Теперь видите, сначала мы сыграли с вами вторым пальцем. А теперь, оп, и переходим и ставим указательный палец. Когда мы приходим с вами на шестнадцатый лад, то получается, оп, левую руку опускаем и играем тэппинг. То есть, если у вас рука будет стоять, то как бы вы не отпускали палец аккуратно, то у вас все равно будет мизинец слышно. Поэтому здесь мы берем и отпускаем. То есть, руку просто держим, тогда будет чисто. Теперь, точность такая же аппликатура. Все эти же самые пальцы играем. Только теперь в самом начале делаем не с четвертого лада, а с третьего лада. И то же самое поехали. То есть, у нас получается, вот пятая струна просто съехала на полуполно ниже. Шестая струна остается такой же. То есть, все абсолютно то же самое сыграли. Итак, третий лад на пятую струне. Четвертый лад на шестую струне. Тэппинг также на одиннадцатом ладу. И все те же самые ноты, посмотрите, в табулатуре. Пришли сюда. Затем практически такую же аппликатуру, как вот только что мы сейчас с вами сыграли. Играем ее теперь только в восьмой позиции. Тэппинг теперь у нас уже будет на двадцать первом ладу. Все. То есть, это, по сути дела, обычный арпетчер. Теперь... И осталось еще сыграть две аппликатуры, немножко другие. Ну, там уже они стандартные. Их уже гораздо проще сыграть, чем мы жили вот эти. Значит, здесь мы играем с вами обыкновенный минор в три октавы. То есть, это получается у нас на фате с минор. Сыграли. Перешли на октаву выше. То же самое сыграли. Получается, уже здесь у нас 9, 12, 16. И на третью структуру. То есть, 11, 14, 18. Тоже сыграли. Только на третью структуру мы уже возвращаемся. Вернулись. И заново переходим на тэппинг. Переходим еще... Переходим еще на октаву выше. Играем на первой струне. 14, 17. И тэппинг на 21 ладу два раза. То есть, получилась фраза. Вот. Теперь другая октава немножко. То есть, в принципе, то же самое у нас получается тэппинг с вами. Только левая рука у нас уходит. То есть, это получается седьмой, десятый и тэппинг. То же самое и шестнадцатый лад. Потом на октаву выше. То же самое фраза. Теперь с 12 лада. 12-15. И тэппинг по-прежнему на 21 ладу. И так получилось. Такой вот небольшой пассажик. Попробуем его разобрать, сыграть. И сделать на основе него какие-нибудь свои выводы. И попробовать поиграть его самостоятельно. Для тех, кто хочет заниматься скайпом, пишите, стучите, оформляйте заявки. Все на сайте. В описании к этому ролику внизу. Или, как обычно, в этом углу, если вы смотрите только на ютюбе. Пока.